у кто это что это такое а вон собаки бежим и просто балдеешь увидев это кстати скоро переедем в другой лес сосновый и будем собирать там другие грибочки а вот вам и южная карелия в краснодарском крае кто сказал что такое невозможно все невозможно возможно было бы желание дорогие друзья приветствую вас на дворе у нас 19 ноября 2022 год краснодарский край и сейчас мы пойдем вместе с вами пособираем шикарных грибов в яблоневом саду у нас сегодня лес будет яблоневый сад с русланом мы очень хорошо собрали в прошлый раз вкусных грибов давайте посмотрим стало ли их больше уникальнейшее место конечно удалось нам в прошлый раз с ним найти мы здесь вообще просто косили косой но и смотрите вот он наш гриб курица зонтик кстати кто-то в прошлый раз сомневался не похожи они это действительно зонтик все съедено все вкусно про все просто обалденно настолько обалденно что это вкуснее маслят и даже белых грибов это настоящий зонтик просто он здесь немножечко не крупный и немножечко другой не как вот мы привыкли зонтик пестрый соснах а это просто разновидность зонтиков растущие вот в таком вот саду фантастический сад усеянный такими вкусными грибами и как я уже рассказывал в первом фильме когда мы здесь собирали смотрите идеальные молодые зонтики продолжают свой рост здесь попадается вкрапление белого мха смотрите внимательно вот если присмотреться смотрите здесь здесь такая вы вроде трава короткая но вот проскакивает белый вот зеленый мох он божья коровка кстати ползает знаешь что-то северное здесь есть с русланом сегодня не получилось поехать он готовится более серьезной поездки со мной мы вместе так скажем готовимся но за рулем в этот раз будет он поэтому я соберу и конечно же мы отведаем вместе с ним этих грибочков потому что в прошлый раз мы кушали подосильники с ростовской области а эти грибочки уже не осилили я уже приготовил их точнее не я готовил оля готовила и вот я оля и николай мы поели в прошлый раз вот этих прекрасных замечательных грибочков зонтичков и они сказали что это намного вкуснее чем белый гриб маслята и все остальные вместе взяты вот так вот ну а сегодня обязательно руслан их отведает я погода просто блеск я нахожу сразу несколько этих грибочков кстати скоро переедем в другой лес сосновый и будем собирать там другие грибочки сейчас по ходу фильма узнаете 1 зонтик 2 зонтик папа и вот он 3 зонтик классные какие увидел за деревцем эту сказку конечно надо будет по весне проверить этот сад наверняка здесь все в конических сморчках хотя у меня есть такие места по сморчкам коническим который в прошлом году я открыл в ростовской области где и подосиновиков немерено и сморчков конических по 3000 но 2600 и 2016 по моему было надо будет в этом году там обкосить все но это все еще только впереди а сейчас мы наслаждаемся грибным сезоном в краснодарском крае здесь он только начался и это замечательно сладкая парочка стоит который мы конечно же забираем еще а вот так вот я переехал в другое место нашел вот такие маслята уж не стал показывать думаю покажу вот этот масленок помоложе покрепче посмотрите фартанула так фартанула а сегодня на других уже местах и тут тоже все в грибах все еще новые места смотрите здесь уже даже не то что в сосновых иголках они уже в таком вот смешанном лесу где даже я бы сказал хо вот эти вот дубы смотрите еще какие-то листья вот просто пачками офигеть я даже не успел забрать эти грибы как я проморгал то это молодняк опять наверно не успею еще на одни места ну когда такой дурдом смотрите просто что происходит смотрите на это четверной так еще разочек грибы срываются всегда целиком одно и то же я писать уже и говорить не буду хотя я уже не реагирую на эти все комментарии вот каждый год грибы растут каждый год говорят что ничего не будет на этом месте вот эта вся брехня двоечников у вас интернет есть под рукой я уж молчу о том что в книгах и грибах все написано хочу вам показать вот это чтобы вы обалдели окончательно но начнем вот с этого скромняшки смотрите опа молоденький какой до 1 дальше папа 2 такой уже поеденный смотрите вот эти маслята как будто белые грибы такие толстые смотрите ножки такие три причем они чистые даже взрослые смотрите какие классные 4 и вот здесь вот еще один или два я не пойму а двойной вот он чудесно просто суперский урожай с одной полянки по одному грибы у нас не попадаются постоянно попадаются полянами причем такими знатными а по в зеленом ху в этот раз не в иголках не в дубовых листьях а вот здесь уже побольше сосны и недалеко от камней вот таких вот 4 грибочка колючки ежевичник это немножко другое место более трудная а как пройти то все будет будем подыматься по этим горам вы меня все спрашивали друзья как же карелия теперь помимо карелии у нас будет теперь еще и вот такая вот южная карелия с бело-зеленым хом этого добра здесь тоже хватает вот для вас открытие большинство скажет не открытие но что-то я не видел чтобы южные грибники показывали такую красоту вот так это выглядит все шикарно он земляничка но это листья естественно сейчас она еще не идет и вот такая красота белый мох тут идти-то оказывается не так просто как казалось весь поколотый наверно все уже штаны и куртку разорвал руки все уже покоцаны все колючках вот говорят что это безвременник да я могу сказать что он выглядит один в один как крокус который у нас в москве в апреле растет крокус пиквик очень похож тоже такими полосками есть чуть темнее фиолетовый принц клаус тоже разновидность крокусов что вы понимали что я тоже в этом соображаю и поэтому когда вы думаете что где-то какая-то ошибка но выглядит он абсолютно одинаково смотрите вот это раскрытый экземпляр мне попался вот единственное что ему не хватает это вот таких вот ну вот грубо говоря вот они как зеленая но это не от этого цветка два таких стебли зеленых которые есть у крокуса по сути один в один а вот еще только раскрывается но я уверен что народные названия и многие так называют и у нас безвременник тот же самый называют осенним крокусом так что можно умничать здесь сколько угодно в принципе осенний крокус это не ошибка это как гриб фламмулина или по-русски зимний опенок народное название это же не ошибка нет еще один красавчик какой же он шикарный а это уже другое место хочу показать как не только в карелии но в краснодарском крае грибы растут прямо на дороге парочку собрал прямо здесь уж не стал снимать они такие не очень а здесь просто я не знаю насколько вы увидите друзья сколько насчитаете 50 60 грибов понятно что мы сейчас будем что-то выбирать все не возьмем вот в камнях колючках вот как выглядят эти колючки посмотреть и вот весь лес в этих колючках как здесь ходить скажите мне я весь уже взмок удивительно это слышать в конце ноября но в краснодарском крае именно так смотрите это не все вот он вот там там я не знаю сколько здесь можно считать этих грибов по-моему здесь не мере на просто это просто сумасшествие бежим за грибов вот это я попал ой не знаю эту местность не знаю ничего как здесь что собирать вот шиповник но сейчас не до шиповника я собрал и так очень много несколько дней назад господи боже мой все это надо изучать сказка вот это виды сосенки колючки смотрим сюда видите что-нибудь вот здесь есть грибы видите давайте попробуем вместе смотрите о какой о какой это уже кстати классический масленок но здесь он такой зернистый обычный вот не как вот бывает знаете такие они южные вот здесь попадаются но он кстати от этого происходит от южного просто здесь какой-то как будто но не вызрел а как сказать перешел из южного масленка в классический смотрите это все это плохой такие не берем этот тоже не очень не хочу брать то есть надо вот так вот делать чтобы понять если здесь грибы вот смотрите прямо положил рядом а вот еще один но не вижу по моему не очень значит вот эти возьмем а это уже другое место чисто приехал посмотреть и полюбоваться этой сказкой посмотрите какая красота просто поднялся в горы чтобы показать эту красоту но здесь вот есть конечно сосенки но там все в колючках я так уже посмотрел на некоторые даже не хочу суваться туда очень тяжело там будет собирать грибы там вот есть такой массивчик может быть там что то есть ну в принципе я говорю это даже и не нужно очень много грибов и так найдено а вот какие-то черные ягодки я их уже часто вижу но они я так понимаю несъедобно ну когда не знаешь что за ягоды значит они автоматически несъедобные но когда находишься в такой сказке когда тепло 18-19 градусов даже в горах градусов 17 теплый южный ветерок тебя обдувает получаешь массу удовольствия тем более в конце ноября да также будет и в декабре и в январе плюс 10-12 даже периодически в январе и до 15 и 17 градусов доходит но супер же супер а фрукты фейхоа хорма обязательно будет а вот вам и южная карелия в краснодарском крае кто сказал что такое невозможно все невозможное возможно было бы желание смотрите белый мох кучка маслят я их сорвал но не все специально друзья для вас оставил чтобы показать кстати здесь тоже возвышенность а по на а как боровик смотрите что это такое это на рядовку похоже да вот я думал масленок но рядовки мы не берем хотя очень многие там хвалят любят но нет я знаю у каждого свой вкус не не люблю а шляпка ты как у барвика до красная так это это масленок берем обалденный смотрите все конечно же мы возвращаем подкапываем ямки засыпаем чтобы было так же красиво как и было до нас здесь все в грибах так этот плохой масленок этот хороший этот посмотрим закрываем здесь еще один в белом ху кстати вот когда тянется к белому хон более твердый смотрите крепкий видите яркий это всегда так хорош прелесть да возможно не такой яркий как там в карелии естественно и грибы там намного круче ну а что вы хотели зато здесь грибочки в то время когда нигде уже нет да какие грибы маслята далеко не последние грибы для многих то это вообще на первом месте гриб масленок я его люблю даже когда было много боровиков карелия его все равно собирал так этот плохой не буду брать вот этот непонятно тоже переросший нет не буду вот этот большой но вроде ничего в общем сейчас почище и будет более понятно какие маслята мы берем а какие оставляем а ну вот вокруг белого мха собрал сколько маслят это фантастика и вот такое шикарное дерево не знаю можжевел это нет но что-то не похоже судя вот по этим ягодкам можжевельника не такие они съедобные можжевельника с привкусом хвои но все равно дерево конечно шикарное дождь пойдет или что нахожусь так высоко что тучи на одном уровне со мной бело-зеленый мох как в карелии и вот такая это не туя это я даже не знаю что это вот такое вот интересное дерево ну да натую чем-то похоже вижу грибное место бежим надо спускаться колючки эти обходим обходим пролезаем как можем так сюда сюда уеду опа у кто это что это такое а вон собаки и собакет привет офигеть пришел сколько красоты нереально придется подыматься и еще там посмотрим грибов не успел подняться стоят парочку сорвал а вот эту полянку решил показать 1 2 3 4 5 практически все чистые даже те которые большими 67 да это не все конечно же не все подымаемся хочу сказать что мышат полным полно но эти грибы друзья не для нас я лично не люблю кто любит пусть срывает кушает я люблю вот такие грибы стоит только заскучать по этому космосу и и просто балдеешь увидев это вы видите это дорогие друзья я все что мог собрал по моему ни одного гриба не оставил и вот такое вот у нас замечательный грибной итог на фоне бело-зеленого мха грибник в этом фильме нашел кусочек карелии в краснодарском крае это просто бомба но кто бы мог поверить что уже в конце ноября можно собрать такую шикарную большую корзину маслят взял конечно же только чистенькие отборненькие сыроежечки видите четыре штучки вот одна так развернул лицом и пластинами вверх три другие но и конечно же небольшая корзиночка зонтиков вниз упали шампиньоны они маленькие а зонтики вот так красиво положил чтобы было видно ну штучек 20 наверно но маслята сотка точно есть это только то что я взял червивых очень мало шикарный урожай и заканчиваю я этот фильм в бело-зеленом ху как приятно осознавать что и здесь можно увидеть северную природу лишь бы было огромное желание весь исколотый пальцы черные от сбора грибов весь поцарапанный это только левая рука занозы придется дома доставать но оно того и стоило конечно потому что везде вот такие колючки вот они они видите какие острые надеюсь вам было интересно ну а если так оно и есть жду вас на канале подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии на которые я с удовольствием всегда отвечаю ну и заходите ко мне в инстаграм подписывайтесь туда тоже я скидываю самые красивые фотографии именно туда понравятся фотографии будет желание подписывайтесь все необходимые ссылки в том числе и на инстаграм я оставлю как всегда в первом закрепленном комментарии под видео ну а я же с вами прощаюсь друзья но ненадолго потому что конца и края не видно грибалка у нас круглый год и я продолжу радовать вас и свежими фильмами и фильмами из карелии которые я еще не выпустил удачи вам всех благ и море позитива из зонтиков приготовили пиццу уже одну съели знали бы вы какая-то вкуснятина всем советую